11 этап супервеломногодневки Джирдо Италия прошел из города Фарли в город Имало по дистанции протяженностью 153 километра. Особенно приятно, что данный этап получился у одного из российских гонщиков команды «Катюша» – Ильнур Закарина. 25-летний велогонщик из Набережных Челнов, кстати, проводящий дебютный сезон в элитной команде мирового тура и впервые в карьере принимающий участие в трехнедельной гонке, провел сольную атаку из отрыва примерно за 20 километров до конца 153-километрового холмистого этапа. Финиш пришелся на легендарную авто- и мототрассу имени Энсу и Дина Феррари в Имале, где Закарин остановил секундомер на отметке 3 часа 55 минут и 7 секунд, привезя своему ближайшему преследователю 53 секунды. Да, я второй раз уезжаю на первом, сделал ошибки, начал слишком рано атаковать до финиша и выдохся, наверное. К финишу. Не смог ответить на атаку с моего старого. Сейчас уже более, наверное, мудро все получилось. Этап джера – это всегда очень престижно и важно для каждого гонщика. Стоит сказать, что в этом сезоне Закарин уже добивался успеха, став первым в общем зачете многодневки тур Романдии. Розовую майку лидера гонки сохранил капитан российской команды Тинькофф Саксо, испанец Альберто Кантадор. Имея трехсекундное преимущество перед своим прямым конкурентом Фабио Ару из команды Астана. Да, я второй раз уезжаю на первом, сделал ошибки, начал слишком рано атаковать до финиша. И выдохся, наверное, к финишу. И не смог ответить на атаку с моего старого. Сейчас уже более, наверное, мудро все получилось. Нам сказали тренера рукава, что сегодня надо в отрыв пытаться уехать со старта. И у меня удалось это. Меня по всей гонке взял Конышев Дмитрий. И спасибо ему огромное за это. То есть он говорил все ошибки, которые я делаю. И уже в конце подбадривал как мог. И это призывало колоссальной массой силой. И 20 километров последний для меня пролетели достаточно быстро. Летап джера это всегда очень престижно и важно для каждого гонщика.